...от самого старейшего района нашего города. Нам исполняется скоро 90 лет, и мы очень рады были то, что этот проект развивался именно в нашем районе, потому что нас так и называют, не Верхесецкий, а Висовский район, по названию нашего самого старейшего завода города Екатеринбурга. И когда мы об этой идее услышали от Евгении Владимировны, это был февраль месяц, как раз вот в этом зале, мы проводили такую своеобразную творческую ярмарку идей, и хочу сказать, что несколько идей с этой ярмарки, и слава Богу, реализованы в нашем городе, и куплены, и реализованы. И вот эта идея, Евгения Владимировна, она нас заинтересовала. Заинтересовала в районе. Я думаю, что я скажу совершенно откровенно, что когда Евгения Владимировна обратилась к этой просьбе, ее поддержала как раз власть администрации Верхесецкого района. И все, что просили на начальном этапе и на конечном этапе, мы постарались выполнить. И полицию, так сказать, убедить, и какие-то средства найти, которые вы, кстати, у нас не просили, никаких средств у нас практически не просили для реализации этого проекта. И, так сказать, дали возможность, пожалуйста, творите, где хотите, что хотите. И нам это, знаете, очень понравилось. Мы видели, что самое главное, что вот этот проект, он зацепил жителей. Жители, да, действительно, это отдаленная территория, но не столь она отдаленная от центра, как говорится. Это не Чусовское озеро, там за 16 километров. И жители здесь самые разные. Есть, которые с восторгом к этому, вот это восприняли, да. И были жители, которые не отвергали, вот таких жителей не было, которые бы отвергали полностью. Зацепило их внимание, вызвало любопытство, какое-то, знаете, заострило их внимание и какое-то, знаете, как бы заставило призадуматься, действительно, а ведь что-то происходит. А если мы зацепили людей, да, это значит хорошо, что они неравнотушны, прошли мимо. Их зацепил даже тот старичок, которого вы удивили с ушками, да, на остановке, это его зацепило. И, в принципе, когда мы разговаривали с частью наших жителей, вот ездили мы все, с Аляцией посмотрели, да, эти перфомансы, и ордена вот эти вот, ветеран дома, например, да, нам очень понравилась вот эта вот, этот перфоманс понравился, Визбатюшка, например, да, и мы с трудом натаскали, мы специально ехали, да, мы посмотрели на Таосоль, и нам вот это очень удивило, та груда камней, которая была разукрашена среди вот этого грязного берега, она вызывала какой-то, знаете, интерес, и мы с удовольствием прочитали, что там происходит. То есть жителей это зацепило, и зацепило не только жителей, зацепило и власть. И мы, в принципе, поняли, что нам повезло, что этот проект был реализован именно в Верхесецком районе, и что вызвало какие-то отклики, какие-то, так сказать, отзывы. И я думаю, что если на выдущие такой проект будет реализовываться еще, допустим, на этим фондом, то мы, конечно, сможем оказать еще большую поддержку, да, и даже вот пожелание такое, пусть все-таки этот проект продолжает реализовываться в Верхесецком районе. Потому что, понимаете, когда сначала мы как бы даем согласие, но не можем, до конца не понимали, что-то такое будет. Кроме того, что было одно ясно, это внесет что-то такое новое, интересное вот это вот в уличное пространство Верхесецкого района. И когда мы определяли этот квадрат, да, Евгения, помните, да, вы говорили, нам нужно не то, что очень хорошо благоустроено, да, нам нужно что-то такое, где это, как бы, чем дальше, тем лучше. И то, что выбрано сегодня, и был и пруд, и старые дома, это вот как раз часть старого виза. Действительно, будет Экспо-2020, не будет Экспо-2020, этот квадрат, этот район, он пойдет, но он будет другой, он будет застраиваться совершенно другими. Но сегодня то, что сегодня видели жители старого квартала, да, это было интересно. И когда вот мы с Андреем Михайловичем дежали эти объекты, кстати, он оказался более внимательным, да, он говорит, вот, вроде, ой, здесь, слушайте, как это же интересно, посмотрите-ка, я бы ни за что не догадался, что можно так камни, и вот эти камни, цветоки из камней, которые у вас там, а там лепестки остались, эти каменные, они еще остались. И как раз проходили ребята, да, и вот взрослые ребята, как раз те вот маргиналы, о которых мы говорим, ой, слушайте, а что-то такое происходило. То есть это зацепило, это главное. И мы хотим, чтобы вот этот вот проект все-таки реализовался в нашем районе.